Такие же письменные знаки были найдены на камнях в Колумбии, в Эквадоре, в штате Иллинойс в США, в Глазелле во Франции, а несколько лет тому назад на юге Италии в Калабрии, в Туркмении и даже в Австралии. Знаки на табличках имеют сходство также и с древнейшей письменностью, обнаруженной в долине Инда. Это означает, что примерно 6 тысяч лет назад на Земле могла существовать глобальная цивилизация, которая охватывала разные континенты и острова. Бывший президент немецкого общества лингвистики Курт Шильдман много лет изучал снимки камней из Колумбии, Эквадора и Франции. Ему удалось, как он говорил, не расшифровать, а дешифровать эти надписи. К сожалению, Курт Шильдман умер несколько лет тому назад в возрасте 94 лет. Он великолепно владел 40 языками и издал книгу о расшифровке различных надписей, а также некоторые переводы этих надписей. У меня, слава Богу, есть один экземпляр. Он думал, что эта письменность имела некоторое сходство с протоиндийской письменностью из Махенджа-Дара и Ронго-Ронго, иероглифами острова Пасхи. Он также считал, что она намного древнее, чем известная нам древнейшая письменность, и именно поэтому он назвал ее прото-санскрит. Клаус Дона – куратор арт-экспозиции дома Габсбургов в Австрии. За долгие годы работы он стал свидетелем множества феноменальных археологических находок, не поддающихся объяснению с точки зрения общепринятых исторических концепций. Ему приходилось видеть артефакты, существование которых современная наука никак не может объяснить. Читать книги на эту тему я начал еще много лет тому назад, и сам же был первым критиком подобных идей. Тогда я, по правде говоря, думал, все, что там написано, не могло существовать на самом деле. Затем, в 1997 году, я решил организовать выставку в Вене 200-300 таких предметов, что мне удалось сделать только в 2001 году. Таким образом, я начал свое расследование. Вместе с друзьями и родными я старался найти интересные артефакты в разных музеях мира. И в конечном итоге, за несколько лет поисков, нам удалось собрать сведения о наличии 356 подобных объектов, которые позже и были экспонированы на выставке в Вене. Клаус Дона стал собирать сведения о необычных артефактах и после длительной и скрупулезной подготовки решил представить их в экспозиции, названной им «Неразгаданные тайны». Мой хороший друг, директор музея, разослал письма своим коллегам по всем музеям мира. Он просил их согласия выставить эти объекты на нашей выставке 2001 года. И как вы думаете, сколько положительных ответов мы получили по поводу этих 356 объектов, хранящихся в разных странах? Только один, из Англии. А поскольку до начала выставки оставалось всего полгода, то все мои друзья стали убеждать меня оставить эту идею, так как казалось, что ее невозможно реализовать. Тогда я лично вместе со своим сыном и коллегами начал искать, и за полгода мы смогли собрать в Вене 470 экспонатов для этой выставки. Находки вызвали большой интерес у публики. Клаус Дона уже начал издавать книги о них. Собранные вместе, эти странные артефакты оставляют сильное впечатление. Они заставляют задуматься о том, как мало мы знаем о нашем прошлом. Эти предметы были найдены в Эквадоре. Большой нефритовый кубок и 12 маленьких нефритовых чашек. Все они разных размеров, но если заполнить их водой и вылить в кубок, то он будет заполнен до краев. Древние мастера смогли с удивительной точностью рассчитать вместимость предметов. На маленьких чашках есть номера, которые напоминают обозначение чисел у другого народа Древней Америки, майя. Но их сходство неполное. Кроме того, на поверхности кубка можно увидеть прекрасно инкрустированные изображения созвездия Ориона и нескольких других звезд. Внутри кубка имеется сильное магнитное поле, в то время как снаружи оно не фиксируется приборами. Специалисты утверждают, что такого попросту не может быть, потому что если камень содержит намагниченные металлические частицы, он должен иметь магнитное поле, одинаковое с обеих сторон. Однако самое поразительное открывается наблюдателю, если посмотреть на эти артефакты в ультрафиолетовом свете. Декор из созвездий начинает ярко светиться. На маленьких чашечках четко видна инкрустация в виде чисел, сверкающих в темноте. У меня нет данных, что представление об ультрафиолетовых лучах существовало в прошлом. Для таких утверждений пока нет доказательств. Могу лишь сказать, что в Эквадоре имеется невероятное собрание объектов, на которых и есть подобные инкрустации. Например, маленькая нефритовая пластина со слабо светящейся спиралью, неопределенного цвета. Но если на нее направить ультрафиолетовые лучи, то она начинает очень сильно сиять. Или пирамида с сияющим глазом. Ее высота всего 27 сантиметров. На ней 13 рядов с очертаниями кладки и изображение глаза наверху, обычный цвет которого серый. Но если осветить его ультрафиолетом, то он начинает светиться ярко-желтым цветом. Эта пирамида выглядит точно так же, как знаменитая пирамида на однодолларовой купюре, которую иногда связывают с тайным обществом иллюминатов. Я думаю, что пирамида из Эквадора намного древнее. И вообще, пирамида с глазом представляет собой один из древнейших символов прошлых цивилизаций. Эта фигурка змеи также выполнена из нефрита. Она была найдена в том же месте, что и чашки. И как это ни странно, изображает кобру. Кобры никогда не водились на территории Южной Америки. Но это не помешало древним мастерам. На внутренней стороне у каменной кобры имеются 33 параллельные линии. Вероятно, число 33 имело для древних какое-то мистическое значение. А на обратной стороне находится инкрустированный рисунок очков, который бывает у некоторых видов кобр. Если поместить статуэтку под ультрафиолетовый свет, то голова кобры начинает ярко светиться. Отсвечивают также линии и точки инкрустированного декора. Имеется еще одна фигурка с такими же свойствами. Кто и как мог в далеком прошлом применять ультрафиолетовые лучи? И для чего они могли использоваться? Многие находки, которые я видел, указывают на то, что в древности существовала технически развитая цивилизация. Однако никаких следов не осталось. Нет никаких доказательств, что древние люди знали об ультрафиолетовых лучах и могли ими пользоваться. Мне рассказывали южноамериканские шаманы, что при употреблении экстрактов, изготовленных из некоторых растений, человеческое зрение до того меняется, что мы оказываемся способны видеть в ультрафиолетовом диапазоне. Правда это или нет, я не знаю, не могу утверждать. Для сравнения могу сказать, что примерно таким же образом может меняться цветовая чувствительность человеческого зрения после употребления наркотиков или каких-то психотропных препаратов. Эти предметы редко выставляются. Их, как правило, держат в запасниках. А посетителям музеев обычно показывают лишь то, что поддается более или менее приемлемому объяснению. Но тем не менее, некоторые ученые-энтузиасты продолжают заниматься столь необычными экспонатами. Я сам был вначале скептиком, и поэтому отправлял эти объекты на научные исследования, что, конечно же, было непросто, поскольку большинство ученых вообще не хотели иметь с ними дела. Тем не менее, многие из этих артефактов были исследованы, и выяснилось, что среди них иногда попадаются и предметы, изготовленные в наше время, или бывают даже подделки, которые необходимо было исключить из экспозиции. Все это заинтересовало меня еще больше, и мне захотелось углубиться в историю этих объектов, и начиная с 2001 года, я нашел много таких артефактов, которые в науке все еще не получили объяснения. В Колумбии во время поисков объектов для выставки Клаус Дона познакомился со знаменитым колумбийским архитектором и индустриальным дизайнером профессором Хайне Гутьерресом. У него было хобби – собирать вещи, которые являются загадками для науки. Среди них было множество предметов из ледита, весьма твердой породы камня, которую называют еще кремнистым сланцем. Ледит – это черный кремень, почти такой же твердый, как гранит. У него плоская и слоистая структура. Это означает, что сегодня из этого камня было бы невозможно сделать такие предметы, которые были там найдены. Вот так называемые генетические диски из Колумбии, сделанные из ледита. Сегодня их невозможно изготовить из аналогичного материала. Это женская яйцеклетка, а вот в нее проник сперматозоид. А вот здесь отдельные сперматозоиды, которые невозможно увидеть невооруженным глазом. вот изображение зародыша в различных фазах развития. Здесь мужчина, женщина и ребенок. Но самое интересное то, что у них неестественно большие черепа и огромные глаза. И тут возникает вопрос, были ли эти люди такими на самом деле, или их изобразили такими с какой-либо сакральной целью. Здесь еще раз мужчина и женщина, но в сидячем положении. Из-за подобных изображений мы назвали эти диски генетическими или биологическими. Самое интересное, вот здесь это хорошо видно, что они имеют плоскую структуру. А это означает, что сегодня у нас нет технических возможностей сделать подобные предметы из того же материала. Вот как этот диск. Или взять хотя бы вот эту вещь. Это отлично сделанный образец инструмента из того же ледита. Но сегодня невозможно из этого материала получить вот такие вот изгибы. Дизайн тоже до того совершенный и так идеально подогнан к руке, как будто предмет является продолжением ваших пальцев, что и заставило нас предположить, что это медицинские инструменты. Вы сами можете увидеть на этом диске, что мастер, который изготовил этот объект, везде выдержал одинаковый уровень. И лишь здесь, на этом месте, у него не получилось. тем не менее он доделал его, и видно, что здесь он немного уже, чем в остальных частях. Это значит, что во время работы у него кое-что отломилось, но он все равно ее завершил. И мне непонятно, почему мастер, который смог изготовить такой шедевр, хотя мы не знаем, каким образом он это сделал, при этом изобразил мужчину, женщину и ребенка с такими большими черепами и огромными глазами справа и слева. Это, несомненно, один из вопросов, над которым мы еще долго будем ломать головы. Так как эти объекты из Южной Америки не имеют ничего общего с известной в этих местах и изученной доколумбовой культурой, то должен сказать, что им однозначно более 6 тысяч лет. Какими бы удивительными не были экспонаты из музейных запасников или частных коллекций, есть и другие фантастические артефакты, которые настолько огромны, что не уместятся ни в одном музее мира.